Это программа про историю, и мы рассказываем в ней про всякие будто бы мелочи, но мелочи эти, только в кавычках, потому что часто от них зависел сам ход истории, или же они по сию пору остаются необходимым ее разъяснением или отличной для нее иллюстрацией. Например, в исторической науке принято считать, что Вторая мировая началась 1 сентября 1939 года с нападения Германии на Польшу. Это общепринятый факт, но стоит заметить, что к тому времени, когда пожар в Европе только разгорался, в Азии он уже полыхал вовсю. Япония накидывалась на Китай еще с начала 30-х годов, а с июля 37-го тамошний конфликт перерос в полномасштабную кровопролитную войну, продолжавшуюся до 45-го года, и если взять наши официальные потери, то они уступают официальным потерям китайцев. У них во Вторую мировую погибло 35 миллионов человек. Только в учебниках эта война почему-то начинается лишь в сентябре 1939-го. Ага. А ведь Советский Союз здорово тогда помогал Китаю самолетами, танками, артиллерией. Добровольцев на той войне было несколько тысяч советников, инженеров и техников. В первую очередь китайцы благодарны нашим летчикам, отвоевавшим у японцев небо поднебесной страны. Что это, как не Вторая мировая, так точно, она уже шла, соотнесите с календарем развязанные тогда конфликты и в Европе, и в Азии, и в Африке. Кстати, про Африке и тамошние Палестины. Вот еще один пример исторической будто бы мелочи, частности которой не нашлось места в истории. Во время египетского похода Наполеона французы осадили портовый город Акра в Палестине в 1799 году. Осажденным подкрепление боеприпасы доставлялись морем. Мало того, их с моря же поддерживала английская флотилия. А французы скоро оказались на голодном пайке, оставшись без снабжения. И чтобы хоть как-то пополнить свои запасы, они высылали на берег конные разъезды. Когда английские корабли, недолго думая, начинали их обстреливать. И что же, французы потом собирали ядра и пополняли так свои арсеналы. Напомню, ядра это не гранаты, это каменюки. Они не взрывались. И еще напомню, что про тех смертников мы ничего не знаем. В отличие, например, от камикадзе. Такие они, эти будто бы мелочи. А сегодня о том, как в Орловской истории прижилась легенда о моряках-тихоокеанцах, которые в составе двух лыжных бригад якобы тысячами гибли на юге нашей области. Как бы не так, уверен наш собеседник. Это Дмитровский район, мемориал возле села Крупышино. Здесь ежегодно проходят торжественные мероприятия в день памяти моряков-тихоокеанцев. Это местно чтимая дата, в которую вспоминают бойцов 1-й и 2-й отдельных лыжных бригад, укомплектованных из мореманов. Митинг и возложение цветов проходит и в соседнем селе Чувардина на братском захоронении. Здесь те моряки и лежат. Они погибли в феврале 43-го года. Их стратегической задачей было обойти Орел с юга и соединиться укорачивая это ныне город Брянской области силами, идущими с севера, и так окружить Орел, зажав немцев в котле. Эта идея возникла после успешного завершения Сталинградской битвы и успех захотели развить на другом фронте. Тогда в спешном порядке границам Орловской области были переброшены несколько армий, которые и должны были устроить немцам 2-й Сталинград, но не вышло. У тех же моряков из 1-й и 2-й лыжных бригад от стали тылы, далеко в снегах застряли приданные танки и артиллерия. В расчете на внезапность лыжники перли вперед, имея максимум минометы и противотанковые ружья. Но много ли боезапасы унесешь на себе? А ведь при этом моряки дьяно дрались с немцами, даже выбивая их из населенных пунктов. Однако споткнулись о немецкую оборону и гитлеровские танки. И, как принято считать, погибли. Наш сегодняшний спикер разобрался в этой истории настолько, что уверяет, она давно бросла мифами. Во-первых, каждая бригада состояла примерно из 3 тысяч бойцов и командиров, хотя можно услышать о 6 и даже 8 тысячах человек в каждой. Такое же преувеличение, по словам нашего собеседника, касается и потерь. Можно встретить мнение, что первая бригада потеряла до 2 тысяч убитыми, а вторая якобы была полностью уничтожена. И бригады прекратили свое существование в конце февраля-середине марта по причине огромных невосполнимых потерь. Еще один миф, что бригады все время шли по тылам противника, как диверсанты. Это тоже не так. Миф и то, что бригады потеряли свои документы или были эти документы уничтожены. А нет. Наш эксперт свое мнение составил именно по архивным данным. И говорит, не было тысяч погибших. Сделаем ударение на истории именно второй лыжной бригады, якобы погибшей полностью. К сожалению, у второй лыжной бригады мало, что было известно раньше. И к тому же во всех книжных изданиях, во всех статьях была дана информация, что эта бригада была полностью уничтожена, раздавлена танками возле деревни Громова-Дубрава. И плюс к этому еще и документы этой бригады не поступили в архив Министерства обороны. На самом деле и то, и другое совершенно не соответствует действительности. Оказалось, что документов в настоящий момент на сайте память народа только этой бригады около сотни. А плюс еще и документы соседей по фронту, какие-то военные карты. И в настоящее время можно проследить весь путь бригады, в общем-то, по дням. Даже иногда по часам. Так что же с ней случилось? Вместе с первой лыжной бригадой она была высажена на станции «Русский брод» в начале февраля 43-го года, откуда двинулась в сторону Калпны, а после Калпны взяла курс, ну, можно сказать, строго на запад. К местам последующих боев двигались обе бригады практически вместе по освобожденной территории и, пройдя более 150 километров, как раз вышли к местам боев. Конкретно по тылам они зашли туда где-то километров на 20. Но нам всегда представляют, что они шли с боями. Некоторые называют 300 километров, некоторые 400. На самом деле, если посчитать по карте, сколько они прошли от поселка «Русский брод» через Калпну и дальше к нам, то получится порядка 170 километров. По освобожденной территории? По освобожденной территории, потому что справа от них где-то линия фронта была километров в десяти, а слева уже был освобожден Курск. И вся эта территория тоже была освобождена. В 18-го числа у 1-й лыжной бригады и у 3-го батальона 2-й лыжной бригады был первый бой с немцами. Они выбили из деревни Андреевка небольшой гарнизон. После этого пути бригад разделились. Как известно, 1-я лыжная бригада пошла в сторону Чувардина, а 2-я лыжная бригада, выбив немцев из поселка Черн, это сейчас Крамской район, занял рубеж Ниживка, Шепелева, Жирятина, Гранкина. Это все Крамской район. Но вообще вот эти бои, они как бы происходили на стыке Крамского, Дмитровского и Тростнянских районов. Их задача была пробиться к деревне Гастомль, перерезать трассу Орел-Курск, чтобы окружить ту группировку немцев, которая была в Тростне. Потому что с юга на Тростну наступали две стрелковые дивизии. А потом все вместе они должны были освободить Кромы. Это была первая прям задача. Первая лыжная бригада от Чувардина, она напрямую шла. Ее задача была напрямую идти от Чувардина к Крамам. А у этих сначала уничтожить Тростнянскую группировку, потом освобождать Кромы. С 19 февраля в течение трех дней немцы пытались окружить эту бригаду и уничтожить. Надо сказать, что бригада вторая пришла в эти места в меньшинстве. Пришли только два лыжных батальона и управление бригадой всего порядка полутора тысяч человек. Первый лыжный батальон, минометная рота, разведрота, саперная рота, рота подвоза, артиллерия. Все это отстало в пути. И то есть бригада сражалась с немцами в меньшинстве. Не имея средств противотанковой защиты, они успешно все равно отбивали все атаки немцев. Хотя немцы, бывало, очень сильно превосходили наших в численности. То есть до полутора батальонов пехоты, а также от десяти до двадцати танков противника. Опустим некоторые детали. Вкратце, наши из второй бригады отбили атаки немцев, но были не в силах сдерживать наступление вражеских танков и отошли. И больше они в боях участия не принимали. 3 марта эта бригада была расформирована. И личный состав в основном ушел в 280-ю стрелковую дивизию. Управление бригады ушло в управление вновь сформированного 28-го стрелкового корпуса. А некоторые командиры батальонов, они поступили на службу в ряд стрелковых дивизий. То есть моряки не полегли тысячами, они влились в состав других подразделений Красной Армии. Но мы на уроках мужества продолжаем повторять про чудовищные потери. Получается, что они достойно выполнили свой долг и остались практически в полном составе, потому что погибло из почти 3000, погибло около 150 человек всего лишь. 450 примерно было ранено. Но это относительно небольшие потери все-таки при таком нажиме немцев и при таких условиях. Добавим здесь, что моряки-тихоокеанцы, про которых была речь, все же гибли. И гибли геройски. И многие. Пусть не в феврале, но все подразделения, которые пополняли моряки, в марте 43-го года безуспешно штурмовали немецкие позиции, неся большие потери. Обычное дело для той войны. Как писал ветеран Николай Никулин, «Люди в солдатской форме – кровь России». И была она выдавлена изо всех пор земли русской. А еще с ее берегов и даже с морей, когда были процежены флоты и моряки превратились в пехоту. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова